Итак, это классический провоспалительный вариант опухоли. И в подавляющем большинстве случаев, в общем-то, он развивается на фоне цирроза различной этиологии. Ну и гипотезуарный рак в мире занимает шестое место среди всех злокачественных заболеваний и четвертое место в структуре смертности. Однако стоит сказать, что мужчины болеют в 2,8 раз чаще, чем женщины, ввиду чего причина смертности от гипотезуарного рака у мужчин стоит на втором месте, уступая лишь раку легкого. К сожалению, заболеваемость во всем мире и в России в частности неуклонно растет год от года. И за последние 10 лет отмечен рост в Российской Федерации заболеваемости более чем на 33%. В 2018 году в абсолютном числе по Санкт-Петербургу было зарегистрировано 422 новых случая заболевших и 428 случаев летальных исходов. К сожалению, более 66% пациентов погибают в течение первого года жизни с момента установки диагноза. И во многом это обусловлено, как нетрудно догадаться, стадии. И понятно, что в большинстве случаев более 60% стадия четвертая. Объяснить это можно, с одной стороны, бессимптомным течением на ранних курабельных стадиях, с другой стороны, есть, конечно, нерешенные проблемы в диагностике у пациентов из группы риска. Перед нами барселонская классификация, очень популярная. Она предлагает нам на основании функционального состояния печени, общего состояния пациента и, конечно же, распространенности опухолевого процесса, выделять 5 стадий. Но особая ценность и отличительная черта этой классификации в том, что она нам предлагает алгоритмы лечения. И здесь в нашем арсенале есть как локальные методы лечения, будь то резекция, атеросплантация, абляция, химиомболизация, так и, конечно же, системная терапия. Ну и хотелось бы подчеркнуть, что эти алгоритмы, они нам предлагают лишь вариант начала лечения. А что будет потом, это зависит от эффекта терапии, и стадия она может меняться в ходе лечения как в лучшую, так и в худшую сторону. Надо сказать, что системная терапия, лечение цитостатиками, она эффективна не более чем в 20% случаев. И использование подчас ее, естественно, ограничено функциональными резервами печени. Поэтому, когда в 2007 году вследствие регистрационного исследования ШАРП у нас появился мутикиназный ингибитор серафениб, это был прорыв, первый прорыв в терапии этих пациентов. И следующие 10 лет была эпоха серафениба, когда ничего другого, более эффективного в нашем арсенале не было. Но с течением времени, как мы видим, арсенал пополнился. В 2018 году был зарегистрирован другой мутикиназный ингибитор ленмотиниб. Это два сопоставимых между собой препарата. Вторая линия представлена мутикиназными ингибиторами регорофенибом, кабазотинибом. Есть место моноклональному телу антителу рамонсирумаб. Однако последовательное использование даже двух линий дает нам медиану общей выживаемости лишь 15 месяцев. Каковы перспективы иммунотерапии? Сейчас есть огромное многообразие клинических исследований с чекпоинтингибиторами. Это далеко не все. И вот первое исследование, с которого хотелось бы начать, это чекмейт-40. Исследование сложное, многокогортное. Первая и вторая фазы. И в ходе этого исследования было несколько важных находок. Одна из них, о которой стоит сказать, была показана, что пациенты, развившие объективный ответ, имеют максимальный выигрыш по медиане общей выживаемости. И эта зависимость находится в прямой корреляции. Поэтому, в общем-то, это послужило основанием для идеи зарегистрировать неволумаб во вторую линию. Также когорта пациентов, лечившихся неволумабом и ипилимумабом во второй линии, показала медиану общей выживаемости 22,8 месяца, что также послужило основанием для идеи добавить эту комбинацию на вторую линию. Ввиду этого исследование чекмет 459 третьей фазы было таким перспективным, от него многого ждали, но, к сожалению, неволумаб в первой линии против серафиниба не показал статистически значимое преимущество по медиане общей выживаемости, хотя и эта медиана была несколько выше, на два месяца. Перспективным ведется исследование двойной комбинации использования чекплот ингибиторов, в частности, исследование Хималая третьей фазы. Очень популярное исследование, о нем сейчас много говорят. Исследование третьей фазы 002 с ленвотенибом и пембролизумабом против ленвотениба. Поскольку первая фаза этого исследования показала медиану общей выживаемости 22 месяца для комбинации, мы, конечно, с нетерпением ждем результатов третьей фазы. И исследование Эмбре 150, третья фаза, где сравнивалось с комбинацией отедилизумаба с бевоцезумабом против серафениба. Исследование завершено, оно позитивное, и, в общем-то, оно повлияло и изменило нашу тактику, наши стандарты в первой линии лечения у этих пациентов. Надо сказать, что целью сочетания чекпоинт ингибиторов и антиангиогенных препаратов было создание более благоприятного окружения для максимального использования возможностей иммунной системы с целью реализации противоопухолевого ответа. Таким образом, используя бевоцезумаб, мы с одной стороны оказываем, конечно же, антиангиогенное действие, с другой стороны, по всей видимости, иммуномоделирующее действие. И уже вот в этом благоприятном, так сказать, фоне вступает в работу отезумаб, который восстанавливает противоопухолевый иммунитет, предотвращая дезактивацию деклеток. Сейчас давайте более постробно рассмотрим исследование Эмбреи-150. Пациенты были понятны, не беспришествующие терапии с местно распространенной или метастатической или неоперабельной гептоцелулярной карциномой в удовлетворительном общем состоянии, с сохранной функцией печени. Отличительной особенностью этого клинического исследования было то, что допускалось включение пациентов из группы неблагоприятного прогноза с макроваскулярной инвазией или в непеченочном распространении ввиду того, что ряд других клинических исследований прописывает это критерием исключения. Пациенты рандомизировались в соотношении 2 к 1. Группа отезумаб 1200 мг и бевотезумаб 15 мг на килограмм против сарафениба в стандартной дозировке. И были выбраны первичные и конечные точки, как медиана общей выживаемости и выживаемость без прогрессии. Ну, надо сказать, что группы были хорошо сбалансированы между собой, что говорит нам о достоверности полученных результатов. Но вот здесь еще раз хотелось сакцентировать ваше внимание на том, как были группы сбалансированы по пациентам из группы неблагоприятного прогноза. Их было достаточное количество, порядка 40%. И можно сказать, что такая когорта пациентов максимально приближена к практике. Что же получилось? Медиана общей выживаемости статистически значима была дольше в группе комбинации. Сарафениб показал ожидаемые 13,2 месяца, вполне прогнозируемая цифра, в то время как медиана общей выживаемости для комбинации не была достигнута. И надо сказать, что результаты первой фазы этого исследования дали медиану общей выживаемости 17 месяцев. Поэтому, конечно, с нетерпением ждем результатов, которые будут опубликованы на АСКО в январе 2021 года. И можем предположить, что медиана общей выживаемости будет не меньше и, наверное, больше, чем 17 месяцев. По выживаемости без прогрессии также статистически значимо преимущество оказалось за комбинацией. Медиана выживаемости составила 6,8 против 4,3 месяца. И комбинация показала себя лучше во всех клинически значимых подгруппах. Но надо сказать несколько слов буквально, что для оценки эффективности системной терапии гепсистулярной карциномы были разработаны рецист-критерии. Их принципиальным отличием от рецист-критериев является то, что измеряется максимальный размер жизнеспособной опухоли, то есть той части опухоли, которая активно накапливает контрастный препарат в артериальную фазу. И если в структуре опухоли есть некротический участок, то он не входит в замер. И что получилось по объективным ответам? Смотрите, комбинация оказалась практически в 3 раза более выигрышной. Частота объективных ответов составила 3,3% против 13,3% в группе серафиниба. И достаточно хорошая цифра по частоте полных ответов в группе отезовизумаба с берутезумабом была зарегистрирована. Это 10,2 месяца против 1,9 месяца в группе серафиниба. Ну и еще один важный показатель – это качество жизни пациентов. Конечно же, мы сейчас боремся, мы лечим пациента, а не болезнь, и боремся за то, чтобы пациенты как можно дольше сохраняли удовлетворительное общее состояние и могли вести привычный образ жизни. Ну и вот, посмотрите, медиана времени до ухудшения качества жизни в группе комбинации оказалась более чем в 3 раза больше, чем в группе серафиниба. Составила 11,2 месяца против 3,6 месяцев в группе серафиниба. Касательно нежелательных явлений. Группа также вполне сопоставима. Третья и четвертая степень тяжести практически с одинаковой частотой встречалась, равно как и фатальная пятая степень тяжести. Ну и серьезные нежелательные явления были несколько чаще в группе от изолизумаба с биоцизумабом, но, тем не менее, вполне сопоставимые цифры. На первый взгляд, использование двух и более препаратов, комбинация препаратов, она подразумевает большую эффективность, но мы и понимаем, что здесь возможен более выраженный спектр токсичности. И если мы посмотрим на этот визуальный слайд, который наглядно отражает ситуацию с дел, то мы видим, что профиль безопасности в комбинации был вполне благоприятный. И те нежелательные явления, которые были зарегистрированы, в общем-то, они были ожидаемы, соответствуют каждому из препаратов. И на фоне сарафиниба, достаточно непростого препарата, все выглядит вполне сопоставимым. Таким образом, были получены следующие выводы. Прежде всего, комбинация препарата от изолизумаба с биоцизумабом достоверно лучше и статистически значимо больше, увеличивает общую выживаемость и выживаемость без прогрессии в группе у пациентов с неоперабельной гептостулярной карциномой, не получавших ранее системного лечения. И по спектру, частоте и степени тяжести нежелательных явлений комбинация продемонстрировала известный профиль безопасности каждого из препаратов в отдельности, и каких-то новых непредвиденных токсических эффектов не наблюдалось. Ну и вот практическое применение. Посмотрите, пожалуйста, 29 мая этого года Евдея одобрила комбинацию для применения в первой линии у пациентов с нерезиктабельной гептостулярной карциномой. Рекомендации НССН также изменены, и комбинация заняла свое достойное место. В августе этого года в Российской Федерации было одобрено новое показание для от изолизумаба, которое звучит как комбинированная терапия нерезиктабельной гептостулярной карциномы в комбинации с бевоцезумабом в первую линию у пациентов независимо от уровня экспрессии ПДЛ-1. Ну и рекомендации РУСКО также внесли изменения, и эта комбинация заняла достойное место. Таким образом, подводя итоги иммунотерапии у пациентов с нерезиктабельной гептостулярной карциномой, стоит сказать, что самым важным и значимым является регистрация новой впервые за долгие годы, новой эффективной опции лечения, повлиявшей на наши стандарты в первую линию, это, конечно, комбинация от изолизумаба с бевоцезумабом. Кроме того, есть место и для монотерапии. Чекпоинт ингибиторов в первой линии – это неволумаб в одном из дозовых режимов, и его использование возможно, когда есть противопоказания, непереносимость к мультикиназным ингибиторам, либо же когда у нас есть субкомпенсированная функция печени, ЧАЛПЮ, БСМ-баллов, например. И вторая и последующие линии терапии – здесь у нас есть комбинация двух чемпоинт ингибиторов, это видится наиболее эффективной опцией лечения, но это комбинация неволумаба с эпилемумабом, но для тех пациентов, для которых, может быть, это недоступна опция, есть место монотерапии – неволумаба, либо пембролизумаба. И в заключении хочется сказать, что иммунотерапия видится на сегодняшний день наиболее эффективной и перспективной опцией лечения у пациентов с неоперабельной гептоцулярной карциномой. Благодарю за внимание.